Можно мешать насыщенность цветов, главное делать это аккуратно. Алло, алло, прием! Да, мне кажется, они будут клево. Да, да, давай их оставим. Не только кроп-топы, теперь и кроп-жакет. Просто сотый раз. Красиво все было. Всем привет! Меня зовут Аполлинария, я стилист бренда «Зарина». И сегодня я расскажу вам про модные сочетания цветов. Этим летом, в 2021 году, особенно актуальные яркие цвета сочетать вместе. Это так называемый тренд кавер-блокинга. Вообще, тренд сочетания ярких цветов между собой пришел к нам из 70-х. И сейчас эти тренды остаются неиссякаемым вдохновением для дизайнеров всех мировых подиумов. И для демонстрации первого лука я позову к нам нашу модель Норик. Я хочу тебе предложить первым луком самый яркий. Это платье «Фуксия». Платье-рубашка с асимметричной линией пуговиц и вот такими сборками. И его хочется уравновесить более спокойным, небесно-голубым цветом. Вот такого жакета. Босоножки «Фуксия», держи. Примеряй, жду тебя здесь. Если вы боитесь сочетать яркие цвета друг с другом, то можно выбрать беспрогрешный вариант. Это взять один яркий цвет и сочетать его с белой базой. Белый – это must-have этого лета, как total white look. И его можно разбавлять яркими акцентами. Это может быть один яркий элемент одежды, дополненный аксессуарной группой вроде сумки. И таким образом лук станет цветным, летним, ярким и не слишком насыщенным и сложным по сочетанию. Итак, у нас готов первый лук в стиле color blocking. Встречаем. Это платье «Фуксия рубашка» и жакет в небесно-голубом цвете. Вместе смотрится эффектно за счет контраста. Здесь одна вещь очень яркая – это «Фуксия» и уравновешивает более спокойный цвет. Не обязательно в одном луке должны быть все цвета яркие или все цвета не такие насыщенные. То есть можно немножко мешать насыщенность цветов. Главное – делать это аккуратно. Я бы пошла так на вечеринку или типа там на прогулку с парнем или там что-нибудь такое. И мне хочется предложить следующий лук. Это шорты бермуды, футболка, базовый врубчик. И сверху у нас будет прозрачная рубашка. Вот такое эффектное сочетание. Пожалуйста, ждем тебя. Если вам кажется сложным сочетание двух ярких цветов сразу, вы можете надеть одну акцентную вещь и дополнить ее аксессуаром другого цвета. Например, мы можем взять актуальный розовый цвет и дополнить его аксессуарами. Например, с желтой сумкой или сумкой цвета лаванды. Таким образом у вас будет колор-блокинг двух предметов, но один из них будет ярче и акцентным. И у нас уже готов второй лук. Здесь у нас сочетание такого нежного персикового и цвета лаванды. Особенно эффектно смотрится прозрачная блуза. И в данном случае я бы ее слегка завязала сверху, чтобы была подчеркнута линия талии. В таком летящем силуэте с шортами высокой посадки хочется оставить акцент на талии. И добавила бы сумку в цвет рубашки. Так вот небрежно можно ее взять, чтобы это все эстетичненько, женственно, красивенько. Таким образом у нас женственный лук, но при этом он очень практичный и городской. Шорты бермуды – это вообще одежда на все времена, особенно летом. И полупрозрачная блуза, дополненная базовой футболкой в цвет. Я хочу дать тебе следующий лук – ментоловый костюм. Несмотря на то, что это яркий цвет, это желтая футболка. И, пожалуй, мы оставим эти же босоножки лавандового цвета. Это будет третий цвет в нашем луке. А я жду тебя здесь, нетерпением. Так как мы все соскучились по природе и отпуску, конечно, в круизных коллекциях и в коллекциях весна-лето известных брендов превалировала тема природы и природных цветов. Это считается в ярких зеленых оттенках, в ярких голубых, лавандовых. Это цвета моря, цвета отдыха, цвета лавандовых полей. Цвет сочных фруктов – это лимонный и оранжевый, такой апельсиновый и мандариновый цвет. Также такой свежий цвет, цвет морской волны, нам сейчас продемонстрирует норик. Он свежий, ментоловый, придает нам такое ощущение лета, коктейлей. К этому луку я бы еще добавила аксессуары. Например, можно подержать желтый цвет в футболке. Вот такой сумкой пирожок. И можно добавить очки. Мне бы хотелось подробнее рассказать о луке. Это у нас брюки с завышенной линией и с асимметричной линией ширинки. Также у нас кроп-жакет. Это тоже неотъемлемый тренд этого лета. Не только кроп-топы, кроп-блузы, но теперь и кроп-жакет. Они выгодно подчеркивают высокую талию и создают такой правильный силуэт. И мы переходим к следующему луку. Мне опять хочется использовать лимонный желтый цвет, такой прозрачный блуза в сочетании с лавандовым. Держи. И мы ждем тебя здесь. Яркие цвета могут быть не только самостоятельными акцентами этим летом, но и инвестиции в ваш базовый гардероб. Вы можете взять нейтральные пастельные цвета, такие как небесно-голубой костюм-двойка. Его можно также носить осенью с нейтральной серединкой белого или черного цвета. И с другой обувью, например, более грубыми ботинками или босоножками. Также можно взять цвет лаванды в сочетании с кожаной курткой и джинсами на высокой посадке. И такие цвета, как белый, молочный, бежевый, тоже могут быть отличной базой в гардеробе. То есть можно разбавлять цветными вещами ваш базовый гардероб и тем самым разнообразить и осенний, и весенний в следующем году луки. И все периоды. Норик, проходи. Желтый остается самым актуальным цветом, и он легко сочетается с другими цветами. Здесь у нас на луке представлен желтый и лавандовый цвет. Также у нас был в предыдущих луках желтый цвет в сочетании с ментоловым костюмом. Еще можно сочетать желтый цвет с такими конфетными цветами такого плана пастельного. И, в принципе, желтый цвет сочетается с голубым. На мне сейчас желтая майка и голубой костюм. Главное при сочетании ярких цветов соблюдать правила температурности, чтобы холодные цвета сочетались вместе с холодными, теплые с теплыми. И правила насыщенности. Здесь у нас в комплектах представлены примерно одинаковые насыщенности цвета. Это такие пастельные, приглушенные, и вместе они смотрятся органично. Ну, а у меня на сегодня все. Спасибо вам за то, что внимательно слушали. А мы пошли в лето. Спасибо.